Понимаю, что всех сейчас волнуют другие события, но до меня только дошли новости традиционного российского ада. Посреди дня 26 сентября в квартиру к моей подруге Саше Поповой и к ее молодому человеку Артему Камардину ворвались вооруженные люди в масках, избили обоих. Саше рвали волосы, клеили на лицо стикера, всячески унижали и угрожали групповым изнасилованием. А Артему не только угрожали, в соседней комнате его еще раз избили, изнасиловали грифом от гантели и засняли свои зверства на видео. После пыток Артема заставили извиняться на камеру. На видео он избит так, что с трудом может говорить. Поводом для карательной операции стали традиционные маяковские чтения. Силовики усмотрели в выступлениях поэтов склонение россиян к совершению морально наказуемых деяний. И хотя экспертиза не смогла это подтвердить, Артема Камардина и еще одного поэта Николая Дайнека отправили под арест. Уголовное дело возбуждено по статье экстремистской 282. Те сообщения о пытках, которые доходят до нас, лишь вершины огромного кровавого альберга и сломанных и искалеченных судеб. И принятых недавно поправок в Уголовном кодексе явно недостаточно, чтобы остановить садистов и палачей. Но практически все они боятся публичности, поэтому необходимо говорить о пытках до тех пор, пока эта порочная практика не будет искоренена. А палачи пусть помнят. Строков давности для вас нет. Никто не уйдет от ответственности. 3-е, 10-е, 22-е, Москва, Матроска, Дима.